Ну что ж, уважаемые телезрители, мы продолжаем вас знакомить с небезразличными жителями нашего города. И уже сейчас у нас в студии присутствует соучредитель зоозащитной организации «Феникс», замдиректора коммунального предприятия «Центр защиты животных» Наталья Данилюк. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос. Сразу же хотелось бы спросить по поводу выставки беспризорных собак, которая прошла на днях буквально, по-моему, поднапомните дату, 14 ноября. Расскажите цели, как проходило и, собственно говоря, результат этого замечательного мероприятия. Мы проводили мероприятие, то есть это была выставка-акция бездомных животных, которые находятся под опекой коммунального предприятия «Центр защиты животных». В основном были щенки, были несколько котят, была часть взрослых собак, уже простерилизованных, привитых коммунальным предприятиям. Мы пытались донести до жителей города о том, что в сложившейся ситуации, такую, как мы имеем в городе Николаеве, то есть все прекрасно знают, что у нас проблема есть с количеством бездомных животных на улицах города. И мы пытались донести до жителей то, что до тех пор, пока такое количество огромное животных гибнет, мучается, болеет на улицах, то покупать не надо, это неправильно. Потому что мы можем спасти тех, кто сейчас уже живет, кому довелось породиться, кто сумел глотнуть воздуха на улице, и они действительно требуют нашей помощи и нашего участия в их судьбе. И в процессе акции мы нашли дом, нашли семью, 12 собакам и трем котятам. То есть я думаю, что это очень хороший результат, действительно большой. Все животные были отданы по правилам содержания домашних котов и собак в городе Николаеве, то есть были заключены договора, взяты данные. И взрослые, если собаки отдавались, то они были чипированы и зарегистрированы. А вот вы сказали, правила какие-то существуют, что конкретно нужно, чтобы взять и какие условия нужно соблюдать? Если это щенки и котята, которые достигли возраста, при котором уже возможна регистрация и чипирование животных, то оно осуществляется. То есть каждый человек, который хочет с нашего предприятия взять себе собаку или кошку, он должен прийти со своими данными, паспортными, идентификационный код, выбирает себе животное, ему оказывает помощь в этом консультацию наш кинолог. Галина рассказывает про каждую собаку, показывает особенности характера, что нужно, дает консультации по уходу, кормлению, воспитанию и так далее. И собака или кошка регистрируется уже непосредственно на человека, который ее берет. То есть мы подтверждаем то, что это животное обрело своего хозяина и подтверждаем то, что именно это животное является собственностью данного человека. Музыка Есть какие-то вот, может, различия между тем, вот человек хочет купить себе собаку, да, допустим, когда он ее покупает, он заботится и так дальше. Если же он берет у вас, будет у него специфика какая-то особенно относиться к животному, которое пришло с улицы фактически? Вот воспитание, процесс, животное не отличается от… Смотрите, наверное, намного проще взять животное у нас. Есть, во-первых, ну как бы есть несколько параметров, по которым это видно. Во-первых, животное, которое уже побывало на улице, оно намного преданнее, оно намного больше слушается, оно просто вот ориентируется на человека, который как бы подарил ему дом, подарил защиту, подарил опеку, подарил ту же самую миску с кашей или кормом. То есть, нет такого, что столько бездомное животное не корми, оно все равно на улицу смотрит? Нет, такого нет. Есть, конечно, допустим, часть собак, которые выросли уже какое-то определенное время, прожили на улице, и им действительно, наверное, проще жить там в свободных условиях. Такое животное, конечно, мы не отдадим в квартиру, но если это частный дом или охрана какой-то территории, пожалуйста, собаке есть где побегать, есть где порезвиться, она не портит имущество, она не требует там, допустим, выгула. Есть такие собаки, которые вот они не приемлют ошейник и поводок, ну вот никак. Но, тем не менее, она ходит рядом с ногой, там уже никакой ошейник и поводок не нужен. Но по правилам содержания домашних животных на улице города, животное обязательно быть в наморднике и в поводке. То есть, если у вас частный дом, есть большая территория, если это какая-то охрана какой-то территории, пожалуйста, мы можем предоставить таких собак именно для обитания в таких условиях. Это здорово. Вот мне кажется, что не все до конца понимают формат взаимодействия Центра защиты животных с этими как раз животными, как они к вам попадают, что вы с ними в дальнейшем делаете и их дальнейшая судьба. У нас доходит иногда действительно до, ну чуть ли не анекдотов, когда нам говорят, вот ваши прочипированные животные, выпущенные из питомника, бегают по улицам. Нечего вам как будто делать. Вообще, да. Ну, во-первых, у нас питомник не питомник, потому что питомник – это место, где разводятся животные. Ну, в основном там породистые, так? У нас центр стерилизации животных и передержки. Но никак не приют. То есть люди, насколько я понимаю, когда говорят питомник, они подразумевают приют. Но приюта в городе нет вообще. Теперь переходим к липсам, которые у стерилизованных собак на ушках. Это не чипы, потому что чип – это такая маленькая штучка, которая вживляется в холку собаки или кошки для идентификации, то есть для регистрации, которая содержит определенный код, код привязан к данными. А вот эта вот клипсичка, это называется клипсированные животные. Но никак не чипированные. Это еще и разные понятия. Это абсолютно разные. Не путайте, уважаемые телезрители. Это абсолютно разные понятия, да, действительно. Потому что каждый день нам звонят и говорят, здравствуйте, вы заберите в питомник котов и собак. У нас нет питомника, у нас нет приюта, у нас центр по стерилизации, куда животные отлавливаются с улиц, забираются, проходят обработку от паразитов, им колется вакцина от бешенства, стерилизуются, кастрируются, передерживаются определенное время. И если собака не представляет угрозы для человека, то есть если она не агрессивна, если она не больная, она возвращается обратно в ареал обитания своего, то есть в то место, где ее отловили. Если за эти там 7-10-5 дней, в зависимости от того, сколько у нас собака находится на предприятии, мы находим ей дом, то, аллилуйя, слава богу, на одно животное стало меньше. И хотелось бы остановиться немножко на данных, которые официально мы начали свою работу в полную силу в конце февраля этого года. И действительно, наверное, мы достигли очень больших результатов, потому что вот по конец октября нашим предприятиям было простерилизовано 1039 животных. То есть если умножить на количество средних там щенков 3-4, даже если будет каждые 3-4 месяца приводить собака, можем получить цифру довольно-таки очень большую. Более 600 животных было пристроено в дома. Это и котята, и щенки, и взрослые собаки. Которые изначально были бездомными, а потом нашли своих хозяев. Да, 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 абсолютно верно. То есть если все это сплюсовать, то мы получим очень хорошие результаты. Мало того, мы вот занимаемся еще как раз регистрацией и чипированием животных, то есть тоже за этот же промежуток было зарегистрировано и прочипировано по всем правилам 91 животное. То есть это тоже действительно результат хороший. Расскажите, как любой николаевец может помочь вашей организации или что сделать для того, чтобы улучшить ситуацию с бездомными животными на улицах? Есть такая возможность? Да, мы очень просим ответственности. У каждого, кто решил завести себе домашнее животное, должен взвесить все силы, опросить всех членов семьи. В конце концов, собрать какое-то там собрание всех членов семьи, потому что вы берете не просто себе комочек пуха или охранника, вы к себе в семью пускаете еще одного члена, то есть вы заводите еще одного члена семьи. То есть это должно быть согласие между всеми, сразу распланировать, кто несет какую ответственность, кто какие будут обязанности выполнять. И только после этого принимать решение о том, чтобы вообще завести себе этого питомца. Вторая просьба, это, конечно же, давайте дадим шанс уже существующим животным, а не будем покупать породистых, допустим, или полупородистых, и давать повод для того, чтобы развивалось коммерческое разведение животных. Потому что это неправильно. Когда на улицах сотни их гибнут, мы даем людям возможность зарабатывать на жизнях животных. Но это как-то в корне неправильно. Неправильно, это нечеловечное. И третье, это, конечно, регистрация чипирования животных. Если у вас есть собака, тем более, если она крупная, если у вас там частный дом, и у собаки есть возможность выбежать куда-то, пожалуйста, зарегистрируйте и прочипируйте свое животное. Потому что вы обеспечите, наверное, какую-то надежность и себе, и собаке. Она может убежать, потеряться. То есть определили по чипу, где, откуда вернули вам. Она может кого-то укусить. Точно так же. Не дай бог, что-то с вашим животным случается, вы можете доказать, что это именно ваша собственность. И в конце концов на обидчика подать в суд. То есть это такие вот основополагающие. И родители, вот, наверное, большая очень просьба к родителям. Не пугайте детей своих животными. Ну, это же неправильно, когда идет ребенок по улице, видит через дорогу, бежит черт знает где маленькая собачка. Он кидается к папе на руку и кричит, возьми меня быстро на руки. Там бежит собака, она меня сейчас загрызет. Папа хватает своего ребенка, прижимает к себе, и они бегут дальше. И стыдшит, ну что случилось? Зачем? Есть бабай. Вот, да, есть бабай. Депутаты, там очень много разных... Милиция, в конце концов. Милиция, да. Полиция. Полиция, да, полиция. О, нет, будет полиция, а пугать полиции. Вот, милиция. Ну, отлично. Вот так вот. Да, ну, пережиток прошлого. Если ты будешь себя плохо вести, то полиция не приедет, а приедет милиция. Она страшнее. Пугать детей прошлым. Вот так вот. Вот, да, действительно надо найти светлое будущее, будущее доброты семимильными шагами, и что, собственно говоря, мы и делаем. Хорошо. У ваших организаций какие-то планы, еще какие-то похожие акции, что-то, куда мы можем пригласить, возможно? Ну, так как действительно эта акция, вот это мероприятие, которое уже прошло, оно дало довольно-таки весомые, хорошие результаты, то мы планируем к Новому году обязательно провести акцию. Потом после Нового года будет все зависеть, конечно, от погоды, но тем не менее, вот зоозащитная организация Феникс с учредителем, которой я являюсь, она проводит ежегодные концерты. Это в день рождения Феникса и новогодний концерт. То есть в этом году, я думаю, мы традиции менять не будем, проведем тоже новогодний концерт, и перед Новым годом Коммунальное предприятие Центра защиты животных планирует провести Новый год у животных, или как-то мы еще до конца не продумали название, но цель будет именно такая, чтобы к Новому году николаевцы подарили дом кому-нибудь, или если даже не дом, то может какие-то там собрали подарки, а именно нас интересуют теплые вещи, потому что большинство вольеров у нас находится на улице, мороз, слякоть, дождь и так далее, то есть нам очень нужны теплые вещи, нам нужна ветошь для того, чтобы ложить ее в будки, ложить в вольеры. Мы очень надеемся, что жители нашего города откликнутся и помогут братьям нашим меньшим, точнее помогут нам помочь им. Вот так вот. Где наши телезрители, где жители города смогут узнать об этих акциях? Мы будем выкладывать в интернете, я думаю, мы поработаем и с вами в том числе, чтобы был анонс, осветим во всех средствах массовой информации, на всех сайтах зоозащитной организации «Феникс», на пабликах «Контакте», на «Классниках», на «Фейсбуке» мы выложим объявления, когда будет проходить акция, когда будут проходить мероприятия. Вот, собственно говоря, все осветим и обо всем расскажем. Да, друзья, действительно, следите за всей информацией от зоозащитной организации «Феникс», будьте в курсе событий, когда вы можете помочь родному городу стать немножечко лучше. А вам большое спасибо и, конечно же, успехов в ваших проектах и развития вашему центру. Спасибо большое.